МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Константин Калачев. Референдумные выборы – это референдум о доверии кому? Только губернатору? Нет. Всей системе, которая давала ему оценку и готовила решения по данному конкретному руководителю, по его участию в этих выборах, по его назначению исполняющих обязанности. И потому проигрыши недопустимы. Денис Москвин. Я бы не назвал эти выборы и референдумом. Для этого нужен запрос, и сопровождающий его общественный резонанс. Спросите у знакомых, кто из них знает, что через три недели выборы губернатора. И если конкурентные выборы пройдут всего в трех регионах – Якутии, Республике Алтай и Мурманской области, то Нижегородский запомнит с избирателем только мелким скандалом с коммунистом Владимиром Булановым, которого не зарегистрировали в качестве кандидата на пост губернатора, семью с статистами, имена которых неизвестны, и отсутствием какой-либо политической борьбы. Обозреватель газеты «Коммерсант» Мария Луиза Термасте называет этот период скучными выборами. Эксперты уверены, что подобный расклад политических сил в регионе – это планомерная работа губернатора. Вот этот муниципальный фильтр, который использовался в качестве основного административного ресурса, он лишил выбора какой-либо конкуренции. В Нижегородской области здесь не исключение. Мы видим, что в Нижегородской области муниципальный фильтр сработал на ликвидацию демократического процесса выборов. Депутат Городской думы Денис Москвин считает, что в своей работе перестарался именно штаб главы региона. Денис Москвин. Проблема Шанцева в легитимизации его успеха, вполне заслуженного, кстати, случай, когда штаб перевилял кандидатам. Вероятнее всего, имеется в виду сатирическая комедия «Хвост виляет собакой» про выборы президента в США. Далее депутат пишет, сколько жителей нашей области проснутся в такой же вот понедельник, и выяснит, что вчера были выборы, и на них даже кто-то победил. Редактор субтитров А.Семкин